Вместе с россиянами из Южноафриканской республики в Москву проник омикрон – новый штамм коронавирусной инфекции. Вирус распространяется намного быстрее своих собратьев и чаще повторно инфицирует переболевших ковидом. Случаев летального исхода Всемирная организация здравоохранения пока не зарегистрировала, а сам омикрон изучен плохо. Однако исследования показали, что существующие вакцины срабатывали и против новых штаммов коронавируса. Здесь уже не работают те правила, идет инфекция, какая тут вакцинация, она идет, но она идет и никого не щадит на своем пути. И поэтому сегодня и боремся с инфекцией, и активно вакцинируем. Потому что пока мы не создадим ту самую пресловутую иммунную прослойку, мы не сможем взять под контроль ситуацию и вернуться к нормальному, спокойному образу жизни. И в госпиталь, и вакцинированные попадают. Но вакцинированные болеют намного легче, нам проще их лечить. Мы понимаем, где и когда мы можем вовремя остановить вирус, и иммунитет у них вовремя включается на защиту у таких пациентов. Заболевшие новым штаммом могут гулять среди нас. Как сообщила одна из пассажирок лайнера, тем, у кого были связи, удалось сбежать из-под надзоров Домодедова и отсидеться дома. Некоторые турагентства готовы предложить маршрут с пересадкой через другие страны, чтобы штамп из Африки не обращал впечатление отпуска двухнедельным карантином. Группы риск остались те же. Совершенно четко это и возрастные пациенты, это пациенты с хроническими заболеваниями. По статистической информации количество детей и заболевших тоже увеличивается. В республике наша детская сеть занимается лечением этих пациентов. Сейчас мы больше сталкиваемся с категорией беременная женщина, которая тоже находится на учете в нашей поликлинике, в женской консультации. Все категории сейчас возрастные сталкиваются с этой инфекцией, и во всех возрастных категориях есть случаи тяжелого течения заболевания. Мы, как всегда, думаем, что пройдет, что сами вылечим все таблетки, все, все, температура держится, не проходит, начал сам принимать там текарство. Это обычно, мы же такие люди, правильно, думаем, что все это насморк, сосуды, пройдет, не проходит температура. Сегодня вакцинация остается единственным способом защитить себя и близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. На днях в общежитиях прошла очередная вакцинация иностранных студентов. Напомним, что привиться можно в университетской клинике по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-3200. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Хафиз Гараев, Универньюз.